Алла всю жизнь жила вдвоем с мамой. Отца не стало, когда девочке еще и трех лет не было. Мама рассказывала, что он был прекрасным человеком и очень любил дочку. Но случилась страшная трагедия. Папа работал вахтовым методом на шахте и однажды там произошел обвал. Выжило всего несколько человек, но его среди них не было. Поэтому воспоминаниями об отце были пару деревянных медвежат, которых он выточил для дочурки. Еще небольшой альбом с фотографиями, на которых мама с папой счастливо улыбались. С тех пор Ольга, мать Алевтины, так и не вышла замуж. Многие холостяки пытались ухаживать за статной красавицей с черной длинной косой, но она их словно не замечала. Только дочка знала, как мама, часто вспоминая папу, тихо плачет вечерами, уложив ее спать. Как бы Ольге не было тяжело, но она ни на что не жаловалась. И работая от рассвета до заката на местной фирме, одна поднимала дочку. Жили не богато, но девочка ни в чем не нуждалась. Алевтина внешне была очень похожа на мать. К выпускному стала настоящей русской красавицей. Высокая, стройная, с темными густыми волосами почти до колен. Девушка была умницей и самой начальной школы не доставляла матери хлопот. Училась только хорошо и домой приносила похвальные грамоты. В старших классах у нее появился верный паш, таскавший за ней портфель. Максим, так звали одноклассника, старался еще и что-то сладенькое подружке принести. Она лишь весело смеялась и говорила «Ты решил меня откормить, чтобы дверь школы не входила? Давай хотя бы пополам». Они усаживались на ступеньки и быстро съедали все, что Максим принес. Местные мальчишки посмеивались, мол, влюбился Макс по самые уши, но тот лишь отшучивался, боясь сам себе в этом признаться. Для Али же он был просто хорошим другом, не более того. На выпускном Максим не отходил от подруги ни на шаг и в штыки принимал все приглашения Левтине от одноклассников на танец. Она весь вечер пообещала мне. Зло бурчал он к каждому вновь подошедшему кавалеру. Алька же, только наблюдая за этим, заливисто смеялась. «Ну ты и захватил меня в плен. А вдруг я сама хочу с ними потанцевать», — шутливо говорила девушка. Защитник же на супе в брови тихо проворчал. «Ты попробуй, я им тогда морду набью». Ближе к концу вечера, когда Максим куда-то отошел, к Левтине подошла Анна Петровна, мама парня. Она как-то заговорщицки взяла девушку под локоток и, отводя в сторонку, начала. «Ну, поздравляю, вы теперь взрослые, самостоятельные. Только на этом школа закончилась». И школьная дружба тоже. Аля только подумала спросить, почему. Но женщина, опередив ее вопрос, продолжила. «Ты не пара нашему Максимке. Подружили и разбежались. Его будущее уже решено. Невеста для него уже подыскана, и не читай тебе нищие дочки-доярки. Надеюсь, ты меня поняла». Увидев приближающегося сына, она мило улыбнувшись прошипела. «И Максиму ни слова о нашем разговоре». Поцеловав щечку сына, она вышла из зала, проговорив. «Ну, гуляйте, сынок. Чай в последний раз ведитесь. Дальше взрослая жизнь». А Левтина стояла в растерянности. Ей был очень неприятен этот разговор. Но когда Макс подошел, она лишь холодно сказала. «Что ты за мной ходишь, как щенок на привязи? Оставь, наконец, меня в покое. Все, школа закончилась, дружба тоже». Развернувшись, девушка побежала из зала, еле сдерживая слезы. Она понимала, что вроде бы не любила парня, но уже так привыкла, что он всегда рядом и защищает. Девушка плакала и от обиды за слова матери Максима, обозвавшей ее нищенкой. Утирая слезы, она шептала. «Я вам покажу, нищенка. Вы еще пожалеете. Да подавитесь вы своим Максимкой, подумаешь, принц». Выговаривала все это так зло, как будто Анна Петровна продолжала стоять перед ней. Через несколько дней, когда Максим, так и не встретив Алю на их любимом месте у речки, решил зайти к ней домой, мама Али сообщила, что та в одночасье собралась и отправилась жить и учиться в город. При этом попросила передать Максиму, зная, что он будет искать, оставить ее в покое, мол, между ними все кончено. Услышанное сначала повергло его в шок, потом он разозлился и обиделся на девушку, не понимая, как можно было так легко разрушить их дружбу. Он даже представить не мог, что инициатором раздора была его мать и ее разговор с Алифтиной на выпускном. От отчаяния, вместо поступления в институт, Максим пошел в военкомат и попросился в самый дальний регион. Алифтина же, приехав в город, быстро нашла работу еще и с жильем. Они с мамой жили так бедно, что девушка лет с 15 уже запросто шила и перешивала для себя и матери одежду. Вот и в городе первым делом пошла в пошивочный цех. Сначала деревенскую девушку, только что окончившую школу, поставили ученицы, зато с неплохой зарплатой и местом в общежитии. Но на этом она не останавливалась. Закончив на хорошо и отлично школу, она без проблем поступила на заочное в университет. Через год девушка очень быстро выскочила замуж за разухабистого парня на латчика в цеху. Но ветреный характер и любовь к женскому полу уже через пару лет разрушили их брак. Девушка, будучи наивной деревенской барышней, считала, что раз мужик гуляет, виновата и она. Поэтому матери сказала, что просто разный, мол, по характеру. А Левтина так же быстро, как вышла замуж, развелась. После такого горького опыта она стала очень разборчива в кавалерах и отшивала любые ухаживания. За все эти годы Аля очень подружилась лишь с одной девушкой в общаге, соседкой по комнате, у которой рос очень смышленый сынок, Славочка. Малышу было чуть меньше трех лет. Папаша его скрылся, когда Катя еще была в роддоме и больше ни разу не появился. Мать мальчика много работала, поэтому иногда просила Алю посидеть с малышом. Порой, наоборот, умолела дать отгул, когда он болел. Катя была круглой сиротой и пришла на фабрику чуть раньше Левтины. Но только Аля за это время поднялась уже до мастера цеха, а Катя оставалась швеей. Они жили очень дружно, помогая друг другу во всем. А Славик уже был как сын на двоих, они одинаково его любили и баловали. Но однажды случилось непоправимое горе. От общежития до фабрики было всего пару улиц. В тот день Катя, опаздывая на работу, не увидела выскакивающую из-за угла иномарку и прямо на пешеходном переходе была сбита насмерть. За рулем был молодой мажор, сынок очень высокопоставленного папаши. Несмотря на то, что он ехал на красный, дело быстро замяли. Возможно, ему даже штраф не влепили, не говоря уже о судебных разбирательствах. Когда Левтина узнала о случившемся, она была как во сне и долго не могла в это поверить. Аля плакала несколько ночей подряд, жалея Катерину и бедного малыша, оставшегося сиротой. Похороны бедной подруги она полностью взяла на себя. Фабричные тоже помогли, все сделали как надо. Могилу выбрали в тихом уголке городского кладбища, на маленьком солнечном островке. Сразу после поминок Алевтина решила, Славка не может повторить судьбу матери и жить в детском доме. Она, не раздумывая, решила его усыновить. Пока девушка занималась бумажной волокитой для того, чтобы забрать мальчика себе, на фабрике произошли кардинальные перемены во власти. Почти полностью сменились руководители и установили свои, не всех устроившие законы. Алевтина ушла одна из первых, как говорят по собственному желанию. Оставаться без работы в городе ей было нельзя. А даже если найти такую, то воспитание малыша вставало под угрозу. Она же его брала не для того, чтобы оставлять одного. Девушка решила вернуться в родную деревушку. Пытаясь укрыться от проблем в городе, она нашла их в два раза больше в деревне. Местные стали за спиной обзывать продажной и гуленой, считая, что Славик нагулен непонятно от кого и рожден вне брака. Самым главным инициатором всех пересуд оказался тот самый школьный дружок Максим. Он никак не мог простить Али и ее побег и всячески натравливал местных сплетников на нее. Сам же ничего особенного из себя не представлял. Вернувшись из армии, благодаря родителям получил фермерское хозяйство и тихо спивался. Али было очень тяжело и страшно за Славика, ведь сплетни не утихали, а лишь набирали все новые обороты. Особых друзей не было, зато врагов с каждым днем становилось все больше. Максим же прямо упивался в виде, как ей больно и нелегко. Но, как говорят, время лечит. Вот и Аля, будучи сильной по характеру, все выдержала. Она почти сразу устроилась на соседнюю ферму и все свое свободное время посвящала воспитанию сына. Али уже не чувствовала, что когда-то его усыновила. Славик был ее мером, ее кровиночкой. Мальчик с первого класса оказался очень способным. Почти по всем предметам преподаватели не могли нахвалиться на него. К концу начальной школы особенно настойчивым был преподаватель пения. Он твердил, что у мальчика прекрасный слух и его обязательно нужно показать профессионалам или отдать в музыкальную школу. Алифтина же не жалела средств на сына и, записав тогда же на обучение музыке, купила дорогое пианино. Она решила, раз уж сын талантлив, то инструмент должен быть профессиональным. И это было сделано совершенно не зря. К выпускному в музыкальной школе он уже был известной личностью в музыкальных кругах и участвовал во всех, каких только можно, фестивалях. Но однажды, когда объявили международный конкурс пианистов в Москве, он сказал маме, что решил туда поехать. Победитель должен был получить большой денежный приз. Местные, когда узнали, только хихикали над самоуверенностью деревенщины. Мама сразу сказала, «Поезжай, сынок, я в тебя верю и буду молиться». Алифтина плакала у экрана телевизора, когда сына объявили победителем и вручили обещанную сумму. На следующее утро его фотографии с выступления были на страницах многих журналов и газет с заголовками наподобие «Деревенский самородок. Международная знаменитость». Сыну предложили контракт и проживание в столице, и он с благословением матери остался. Женщина была рада, что сынок вырвался из этой глуши. Тем более неизвестно, что ждет их деревню даже через полгода, не говоря про более долгий срок. Считаем местные деревеньки заброшенными и изжившими себя. Власти приняли решение о расселении оставшихся жителей и после сноса домов строительстве коттеджных поселков. Мог быть еще один выход – это желание кого-нибудь вложить средства в восстановление заброшенной деревни, но это было из области фантастики. Алифтина, как и остальные жители, уже потихоньку собирали свой небогатый скарб для переезда. Но однажды утром услышала звук подъезжающих машин. Выглянув в окно, она увидела целую вереницу автомобилей. Разглядев вышедшего из первой иномарки, она кинулась к нему. «Ну что же ты, сынок, не предупредил? Я бы хоть пироги напекла. Думала ты где-то за границей». Алифтина, утирая слезы, обнимала сына. Слава сразу рассказал маме, что следил за жизнью родной деревни, и узнав из местных газет, что ее собираются сносить, решил помочь и восстановить. С того дня работы в деревне закипели. По всем улицам был проложен асфальт, сделан современный ремонт в школе с пристроенным новым спортзалом, привели в порядок отделение почты и аптечный пункт. Даже дома одиноких пенсионеров подправили. Деревня была полностью восстановлена. Про Вячеслава сняли целую передачу на местном телевидении и выпустили репортаж на первой полосе газеты. Везде отрубили о том, как известный пианист спас родную деревню от сноса. Люди, которые много лет назад тыкали в них с матерью пальцем, теперь ему низко кланялись и от души благодарили за спасение. Увидев, как омолодилась деревня, некоторые дети, приезжавшие к родителям лишь в гости, захотели остаться навсегда. Стали строиться много новых домов. Недавно деревенский спонсор отстроил еще и прекрасный детский садик. Ведь теперь, уезжая с женой, известной скрипачкой на гастроли, они отправляли двух близнецов, Кешку и Сашку, бабуле. Они бы могли нанять нянечек, но бабушка категорически против, ведь лучше родного человека няньки нет. Тем более, она после прибавления в семье сына ушла с тяжелой работы на ферме и теперь трудилась в садике целый день, держа внуков под контролем. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!